Здравствуйте, Алексей Вольфович. Вы публично в СМИ выдвигали версию и связывали ее с бывшим саратовским прокурором, прокурором Саратовской области Владимиром Степановым. Так ли это? Ну, во-первых, я думаю, что версия это была до тех пор, пока эту тему не стали усиленно затирать. Дело в том, что я трижды обращался к президенту Российской Федерации по поводу той ситуации, которая сложилась у нас во взаимоотношении с прокурором власти на то время Степановым. И все три раза это было просто проигнорировано. Для меня, конечно, это было очень сильное удивление. А когда после третьего письма мы обратились в суд по поводу бездействия областной прокуратуры, которая, собственно, и должна была отреагировать, провести расследование, то тогда вообще удивительным образом появились какие-то фальсификационные документы, которые пока что якобы мне уже сообщали о том, что получили какой-то ей ответ. Ну, про бездействие нынешней прокуратуры мы еще поговорим. А давайте все-таки вернемся на несколько лет назад. Что произошло между вами и областным прокурором? Почему вдруг он захотел посадить саратовского сити-менеджера? Дело в том, что у меня были с ним очень нормальные отношения, как на рабочие отношения. И поступила однажды просьба, которую озвучил зампрокурор Световой о том, что прокурор Степанов просит отказать одной строительной компании, в которой имеет отношение депутат Волосновой Дома Курихин Сергей Георгиевич, в изменении видоиспользования. Ну, вот. Я просил паузу, посмотрел. Все было законно. Оснований для отказа не было. О чем я, собственно, и сказал. На что, собственно, уже опять стали более требовательно просить. О том, что надо сделать, что это решительная просьба. Как было-то? Звонили, он приглашал. Не, зачем? Световой. Второй раз мы встречались, да. И он уже так более требовательно попросил и сказал о том, что я могу лишиться дружбы, и у меня будут неприятности. Вот в таком духе был разговор. Вариантов не было, собственно. Надо было поступать по закону. Ну, то есть, уголовным преследованием тогда вас не пугали? Мне пообещали неприятности. Неприятности пообещали. И, собственно, они тут же и начались. Сначала, вот, как это, вот, квартиры учительские, потом, значит, это новострой, ну, а следуем еще вот это. Причем, все было настолько, это как-то сделано показательно, что даже мне вот оба, вот, первое, второе дело, приговор объявлялся в день рождения обязательно. Подгонял все это. То есть, мне каждый раз показывают, что это не просто так, что это не случайно. Что это сделать? А третье дело, это вы имеете в виду дело с комплектом и те, якобы, полмиллиарда, которые куда-то... Ну, полмиллиарда это вообще интересная тема, потому что следователь Колосова, который вела это дело, безусловно, профессионал. И ведь не вдруг рождается обвинение, не вдруг рождается, вот, уголовное дело. Вот, люди готовятся, объявили 500 миллионов. Полтора года усиленно это все это муссировалось. Прокурор Степанов все это рассказывал, как это он, автор вообще всего этого дела, как он замечательно нашел здесь коррупцию. Вот, наконец-то, от тех людей, которые тут разворовали все. Вот, а потом вдруг сумма как-то это все просто потихонечко как-то исчезла, и все, и сейчас, насколько я знаю, там 30 миллионов. А куда подевались эти деньги? Где их нашли? Кто их нашел? Где они вообще были? Ведь об этом вообще молчал. Я так понимаю, что, конечно, здесь непрофессионализм и обвинить Колосова нельзя. Это профессиональный человек, который выполнял, безусловно, заказ. Заказ по поводу того, что нужно человека любым образом укатать. Заказ начальства. Заказ начальства, конечно. Ну, это было изначально, потому что даже по первому делу, которое было, вот, по учительским квартажам, там же были сфальсифицированы подписи судебных приставов, и все это мимо ушей вообще. Все вот эти нарушения, никто их внимания не обращает. Сколько сейчас уголовных дел в отношении вас? Одно. Вот по стройкомплекту именно, да? По поводу Степанова и Светового вы писали господину Бастрыкину. Какова судьба вашего обращения? Опять все вернулось сюда и никак. Так. Насколько я знаю, что последние вообще инстанции, которые вроде бы дали вот меры смотреть, которые еще писал 13 марта, по поводу преследнего, вообще отдали в Кировский отдел полиции. То есть я так понимаю, наверное, участковый, наверное, за все будет отвечать. Почему нет? Да никак вообще просто. Никак. Никакой реакции нет. Все все понимают. Так вот сталкиваешься с сотрудниками правоохранительных органов, которыми сейчас вот я общаюсь там с разными. Ну все так, ну что, так, пожимают плечами, говорят, ну это что, политика? Ну так вот. После того, как против вас стали возбуждать уголовные дела, как-то вы пытались поговорить с тем же Световым, может быть, выйти на Степанова непосредственно? Да бесполезно. Дело в том, что там ведь в чем вот причина вот такого реакции была? Дело в том, что люди в серьезных погонах, это же особые вообще в принципе, как бы вот люди, они же не привыкли получать ответ в чем-либо. Их любая просьба должна восприниматься как приказ. Пятки должны сверкать. А то какой-то городской дворник вдруг что-то вздумал сказать нет. Это как-то, мне кажется, сначала это вообще вызвало удивление, а потом раздражение, гнев и собственно наказать, растоптать и другим, чтобы было неповадно. Да и этому объяснить вообще, кто он такой с метлой. А если бы вы тогда согласились на это предложение, какие правовые последствия для вас могли быть? Ну, во-первых, конечно, организации строительные серьезные. Безусловно, там все это было законно, было подано в суд. Суд, безусловно, обязал бы меня подписать необходимые документы. После этого последовало, я так понимаю, обращение в суд либо на моем превышении должностных полномочий. А в отношении города к бюджету, безусловно, было бы выставлено финансовые претензии по поводу полученной выгоды. Потому что за это время, пока вся проволочка вся эта была, эта фирма могла, страдала правильно финансово. То есть, бюджет попал бы на деньги, ну, я бы понес ответственность, безусловно. То есть, получается, что вы оказались фактически в безвыходном положении? Ну, в чем? В безвыходном положении бывает. Надо просто поступать по закону, по совести. Вот и все. А там, как бы, что получится? Обращение к президенту уже три, как вы говорите, все спускается назад. Все спускается назад. В генеральную прокуратуру, затем в областную прокуратуру. И здесь просто все тонет. И закончилось тем, что мы пошли с правовым путем, мы идем правовым путем. Мы обратились в суд. В суде нам предоставили документы областная прокуратура, что якобы я был проинформирован. Причем на какой-то мой электронный адрес. Хотя по решению суда я интернетом вообще не могу пользоваться. И прокуратура даже могла бы просто посмотреть, каким образом. У меня все почтовые отправления и все остальное может только через ПСИН идти. Но обвинение в фальсификации документов довольно серьезно. Это очевидная фальсификация. Это очевидная. То есть мы об этом говорим пока что тоже. Все это вот мимушей все. Вопрос на самом деле очень простой. Я занимал серьезную должность. И обвинил в серьезном нарушении злоупотребления, как минимум, властью, прокурора, области. И по идее, власть должна отреагировать. Правильно? Они должны проверить нас. Есть же детектор лжи. Проверить меня, Степанова. Если я лгу, то нужно меня призвать к ответу. Вы готовы пройти? За ложь? Безусловно. И должны за ложь меня тогда наказать о том, как так я клевещу на уважаемых, серьезных людей. А если нет, тогда нужно разобраться во всем. Что за дела были, какие они дела, что там в них происходило. Как и тогда люди должны понести ответственность. Ведь я же говорил о том, что проблема не только в самом Степане. Проблема в том, что это десятки людей, которые в это дело были замешаны. Которые совершали подлоги, фальсификации. Совершали противоправные незаконные действия. И они это делают и считают, что это норма. Что человек с большими погонами может дать задание незаконное. И ты обязан его выполнить. Если не хочешь сам себе неприятности, он тебя не выгонит. И вы знаете, получается, как прогрессия такая. Сам он потом начинает себя вести, потому что все так себя ведут. И так далее, и так далее. И мы, получается, живем так, как мы живем. И мы живем так, как мы живем. Вот такие вот мы. В чем конкретно бездействие прокурора Филипенко, о котором вы также говорили? Бездействие следующее. Дело в том, что по поручению администрации президента необходимо было провести расследование моего заявления. И как минимум, мне хотя бы нужно было просто опросить вообще. Хотя бы стричься, сказать, слушай, а с чего ты взял? Как произошло? Даже ни разу никто не разговаривал. Восемь месяцев прошло. Ничего не спросил. Я так понимаю, что от этой проверки, от этого, все вот прямо четырьмя лапами отодвигаются, только чтобы оно не произвести. Потому что, если это только начнется, то дальше уже, конечно, пойдут непредсказуемые последствия. А какие они последствия? О том, что опять начнут разбираться с тремя делами. Кстати, по второму делу я сейчас подал кассацию. И расписал там на сорока листах всю безосновательность и незаконность моего осуждения. По новострою? По новострою, конечно. Там, кстати, в возгляде было размещено материалы по этому поводу. И, конечно, это бездействие. То есть, я так понимаю, но не каждый день нас публично обращаются к президенту. Да еще с такими обвинениями. Ну, не каждый день прокуроры области обвиняют. Ну, конечно. Просто так вот. Просто вот. Никак это. Ну, просто я не знаю. Вы решили, ну, скажем так, выйти из тени, вернуться, да, после того, как именно вот произошли изменения у нас в силовых верхушках силовых ведомств. Не жалеете об этом? Нет. Понимаете, дело в том, что я как-то вот все время считал, что у меня вот самое главное у меня это репутация. Вот. Репутация, безусловно, была нарушена. И была нарушена тем, что я уехал из города. А это было как бы косвенное подтверждение таким, знаете, о том, что, ну, раз уехал, то, значит, виноват. Было бы прав, то не уехал. Вот. И даже у нас в 37-м году и то говорили, что если арестовали, значит, что-то было. Но на тот момент было бесполезно. Бесполезно. Знаете, как был спарринг-партнер такой со связанными руками, как грушу молотили со всех сторон. И просто было уже просто смешанного на всем участвовать. Прошло время. Сейчас появилась возможность. Конечно, она, я так вижу, она достаточно иллюзорна. Но во всех случаях она появилась. Хотя бы хоть можно что-то говорить. Хоть немножко повоевать. Подстаивать свои права и честное имя. Восстановить. После того, как вы вернулись, для вас, насколько было ожидаемо, что вас в СИЗО поместили? Ну, это было очевидно. У меня же тогда был арест. Поэтому как бы это было... Ну, понятно. Какое-то давление, пока вы находились там, на вас пытались оказываться? Абсолютно никакого. Абсолютно никакого. Наоборот, нормально относились. Что арестанты, что сотрудники СИЗО. Если это можно сказать, что там было все нормально. А как вы узнали о том, что вас объявили в розыск? И правда ли, что в тот момент вы находились в Саратове и не особо скрывали? Нет, я был не в Саратове. То, что скрывался не особо, это на самом деле так. Но был не в Саратове. Но там уже подробно, я не помню, как это все произошло. Ну, узнал. Потом как-то немножечко вообще отключился от всей этой ситуации. Вы следили за новостями? В первое время нет. В первое время надо было просто осмыслить все происходящее. Новости порой мешают осмыслению. А обращали, может быть, внимание на сообщения, что вас в одной стране видели, в другой стране видели? Ну, забавно, конечно. Нет, ну, забавно, конечно. Понятно, все-таки, не каждый день, не только прокурор обвинять, не каждый день мэр города уезжает из города. Вот так вот. Но сейчас вот видите, ситуация как поменялась. Дело в том, что люди начинают слышать. Начинают слышать меня, начинают разбираться, видеть о том, что все совсем немножечко и не так. А совсем наоборот вся ситуация была. В то время никто меня слушать не стал. 500 миллионов, они всем глаза затлили. Причина как раз 500 миллионов, почему это было, это для того, чтобы просто закрыть меня, что никто вообще просто про это не слушал. 500 миллионов, глаза крови налили, и все, вот он, 500 миллионов. А потом, ну, вот так. Ваши дальнейшие действия, как я понимаю, все сейчас идет уже к суду. Да. Дальше в суде будем доказывать свою невиновность. Дело в том, что, по сути, там доказательств нет никаких. Все доказательства являются просто показанием человека, более того, который от них и отказался впоследствии. Но я вам скажу так, ну, вот, представьте, вот человек, который просидел полгода в СИЗО, и за полгода его никто не допрашивал вообще ничего. Он просто полгода сидит. Ну, это не выдержит никакой критики вообще. Ведь у нас, как раньше, помните, было признание, да, было царицей доказательств. А у нас сейчас стало показание чьей-либо царицей доказательств. В этом, так говоря, вся и беда у нас заключается, что люди, которые даже работают в правоохранительной системе, они понимают всю безнадежность и бесполезность действий. Каких-либо. С властью ссориться нельзя. А власть у нас это персоналии. А если еще в погонах, то это вообще. Делай, что хочу. Вот мы часто говорим о свободе, да, сейчас вот свободу там в Украине, свободу манифестации и так далее. Но, на самом деле, немножечко не в этом заключается наша свобода. Свобода заключается внутри нас. Это свобода выбора между добром и злом, правдой, кривдой, да, законом и беззаконием. И здесь каждый, собственно, принимает решение сам для себя, с какой стороны он будет находиться. Вот, мне кажется, вот это самое главное сейчас у нас. Для всех нас.